Астраханская Динамо завершает предварительный этап чемпионата России в мужской суперлиге. Наши гонболисты встретились с командой Сунгуль и Снежинска. Как для соперника, так и для наших спортсменов эта игра имела большое значение. Напомним, на выезде астраханцы нанесли поражение гонболистам из Челябинской области со счетом 27-28. Смогли ли астраханцы во второй раз одолеть этих соперников? Расскажем далее. То мяч теряли, то в штангу били, то с защитой соперника справиться не могли. Расстраиваться болельщикам, к сожалению, на матче Динамо-Сунгуль приходится часто. Однако такие ошибки в нападении особо на счет не влияют. Перевес на неуверенный один мяч в пользу нашей команды. На перерыв соперники уходят со счетом 15-14. Во втором тайме астраханцы немного прибавили темп. К 20-й минуте преимущество на 5 мячей у астраханцев. Победа Динамо 32-27. Первый тайм начали неплохо. Повели 3-4 мяча, по-моему, было, если я не ошибаюсь. 6-2 был счет. Но потом, как обычно, почему-то так случается, что мы начинаем проваливать игру. Сыграли отвратительно большинство наше. Из того, чтобы уйти в отрыв, мы получаем 3 мяча обратно в свои ворота и практически сравнялись. Вот первый тайм пошел нас не очень. Но в втором более-менее так раскатились. Уже сыграли понадежнее где-то в нападении, в защите. Так воротарь помог хорошо нам, Саша Кривошин. Игра соперникам была важна по двум причинам. Первое – нужно отыграть поражение на домашней площадке. Второе – много пропущенных игр. Для Динамо такая ситуация тоже не на руку. Как предположил Алексей Пчеляков, Сунгуль может догнать нашу команду. В целом же по игре главный тренер отметил, что матч провели астраханцы сегодня отрезками. Что касается самой игры, на мой взгляд, так если по-свежему, да, играли сегодня отрезками. Где играли дисциплинированно, все хорошо получалось. Только начинали концентрацию терять, значит, на площадке бардак, ненужные мячи в свои ворота получали. То же самое касается игры в защите. Три встречи остается сыграть астраханским гонболистам в предварительном этапе национального первенства. Пока Динамо все так же на седьмом месте в предварительной таблице. Одно радует, теперь на два очка в активе наших больше. Александра Вострикова, Тимофей Кухарчук. Новости РЕН-ТВ, Астрахань.